Любишь киберспорт? Не хочешь пропустить ни одной новости про свою любимую команду? Хочешь знать всё о киберспортивной индустрии? Только у нас собраны все самые важные новости про спорт. Подписывайся на канал, ссылка в описании. Знаете, так начинаю задумываться. А может я вообще зря подрубил вебку в далёкие три года назад? Зачем она нужна на самом деле? Я даже хз. Суть в том, что я теперь не могу её вырубить, потому что большинство... Ну помните, я делал голосование в группе. 86% сказали, или сколько, я не помню. Большое количество. Сказали, что вебка нужна. Но я так уже давно не считаю. Блин, мне снова, посмотрите, меня два раза переспрашивают. Я нажимаю один раз, типа, начать. Нет, нет, это первый раз переспросили. Вот, я первый раз нажимаю вот здесь. Всё, поехали. Переспросили, начать. Снова переспрашивают. Вы действительно хотите начать игру в доблестном режиме? У каждого профиля есть только одна ячейка сохранения. А если кто-то из вашего отряда умрёт, сохранение будет перезаписано. Если погибнутся члены отряда, сохранение в доблестном режиме будет удалено. А мне только по кайфу так, типа, начинать заново бесконечно, чтобы было суперсложно, чтобы было интересно. Это единственный настоящий интерес для меня. Вот, после 16 лет я по-другому не могу получать интерес от синглплеерок. Если нету хардкора, мне всегда, ну, я могу, вернее, получать, но без хардкора мне всегда унылие. Мне нужна именно вот эта вот одна жизнь, иначе мне меньше интереса в играх. Третье предупреждение! Подождите, серьёзно? Ну что ещё? Сколько их здесь? Привет. Спасибо за стрим этой игры. Сам не фанат классических RPG. Но эта игра годна та. Она, кстати, ну, и вправду. Да, я в курсе, но это точно не тот случай, где надо моды ставить. Ведьмака я хотя бы прошёл, и в Ведьмаке, когда я ставил моды, я хотя бы ознакомился с ним. Но это игра, и как бы... Какие моды, если я даже в классе RPG никогда не проходил ни одной игры? Это даже не мой жанр. Я не смогу вообще ни в чём разобраться. Мне так мозг будет пухнуть. Начать раз, начать два, начать три. Три подтверждения. Опять же, вот внешность персонажей в стиле классик RPG. Они выглядят по-уебански, как-то странно. Посмотрите, просто ящер. Это, типа, ну, живое существо. Но смотрите, сейчас будет дальше. Опять же, вот... Это человек или эльф, я не знаю. Как посмотреть. Суть в том, что персонажи в классике RPG почему-то всегда так вот выглядят как-то... Они выглядят какими-то сказочными, ненастоящими. То есть я же говорю, понятия классик RPG и реализм, они абсолютно несовместимы. Эти персонажи так выглядят, что, вот, казалось бы, они в реальной жизни существовать не могут. Посмотрите на её шею. Что с ней? Окей, гном ещё более-менее нормально выглядит. А вот это вот человек, кто был эльф. Это тоже человек? В этой вселенной почему-то эльфы, даже женщины, на 20-30 сантиметров выше людей. Это девка-человек. Окей, а вот скелет. Ну, это просто вот... Меня это убивает всегда. В каждой классике RPG почему-то есть персонажи-скелеты. То есть как он разговаривает, как он, ну, живёт. Я же говорю, мне это всегда очень смущает, потому что я не могу... Не могу... Если я не могу это представить, что это может существовать в теории, то этого, значит, быть не может, значит, это бред, правильно? Меня это пиздец всегда смущало. Там, знаете, какие-то... Короче, в классике RPG всё что угодно может быть. Любой, может, персонаж, там, может быть, камень ходячий, который разговаривает буквально. Чё угодно, может быть. Это ж... Ну... Просто скелет. И он может разговаривать. Да, и то есть... У него язык человеческий, ну... А как он разговаривает, как он живёт... Непонятно. Так, я так понял, это, ну, персонажи с предысторией. Я хочу своего персонажа. То есть без предыстории. Окей, просто гном. Эльф. Ну, эльфами в этой игре я точно играть не буду. Эльфы в этой игре какие-то уродские. Я привык к эльфам, которые, знаете, классические эльфы. Классический эльф это... Это эльф, ну, скажем так... Он похож на человека, но он высокого роста. Он реально как бы высокого роста, но не супер высокого. Знаете, эльф... Допустим, если у человека средний рост метр семьдесят пять... Ну, пусть, допустим, у мужчин, скажем так, допустим... В наше время у мужчин от восемнадцати до тридцати рост уже не метр семьдесят пять. Я бы сказал, где-то метр семьдесят восемь средний рост, наверное, по миру. Вряд ли уже метр семьдесят пять. Думаю, уже повыше. А здесь эльфы какие-то... Ну, короче, эльф для меня классический. Это, допустим, вот... Вот у него средний рост должен быть примерно вот метр восемьдесят пять. То есть буквально на десять сантиметров выше человека в среднем. А не какой-то переросток, который... Я хз, как они выглядят. Они очень странно выглядят. Мне они не нравятся внешне. Они какие-то уродские. За эльфа точно играть не буду. Скорее всего за человека. Ну и скорее всего за девку. Сделаю себе девку АФК. Ну, за ящера она точно нет, опять же. Я не хочу играть каким-то ящером. Пиздец, у него такие одеяния. Как это называется? Какие-то панталоны у ящера. Что это такое? Я же говорю, это классик РПГ. Они все такие, они все ебанутые. Все эти классические РПГ, они полностью ебанутые. И в них... Как бы реализма в них нет. Это вот серьезный минус для меня. Ну так эта игра привлекла меня немножко. Я в нее реально хочу поиграть. Гном нежить. Просто вдумайтесь. Вдумайтесь. Гном нежить. Вот просто... Вот... Почему у него волосы висят на черепе? Кто мне это объясняет? Такой бред. Эльф нежить. Человек нежить. А на чем у него висит его одежда? Лоб был просто человек, да? Человек. Окей, одежда висит на мышцах. Скажем так. Ну да, типа на мясе. Человек нежить. Если у него только кости остались? Как одежда один в один выглядит, как на человеке? Обычном. Не нежить. Кусто, что кости весят килограмм. Допустим, если человек весил 80 килограмм, то кости будут весить, я не знаю, 25, может? Я не знаю точно, но очень мало. 30 там... Ну, когда... Не, меньше, наверное. Огромное количество это занимает вода, жир, мышцы. Ну, короче, мясо. Как такое может быть? Ну, то есть... Бред какой-то. Я чернежить. Это вообще пиздец. Просто... Как это воспринимать? Это невозможно воспринимать. Это главный серьезный минус любой классик РПГ. Любой. Очень тяжело вписаться в вселенную. Ты не можешь это воспринимать. Потому что как? Как такое может быть? Такого не может быть? Ну, правильно. Это же бред какой-то. Так ладно, выбираем человека. Тут, кстати, персонажи закончились. Есть ящер, человек, гном, эльф. Ящер, человек, гном, эльф. И все? Так мало раз. Ящер, человек, эльф, гном и нежить. Окей, я человек. Облик. Как сделать его женщиной? Стоп. 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 А как его сделать женщиной? Подождите, что-то я туплю. А, вот же, пол. Так, и тебе поменять... Поменять внешность. Так, ну волосы блондинка. Свет волос. Словами... Жнец, шут. Кузнец. Где-то блондинка была. Металлург. Кстати, по-моему, это единственная блондинка. Я тут чекал. Да, это, по-моему, единственная блондинка. Странно. Один-единственный цвет для блондинок. И все, больше нету. Это тоже какие-то седые волосы. Это, ну... Это тоже какие-то зелено-седые. Пекарь. Но это тоже вроде как блондинка. Но я хочу посветлее блондинку. Я бы хотел посветлее, но не настолько светлую. Но это прям уже, я не знаю. Нет, это, конечно, неплохо. Это круто выглядит, но... Такого цвета волосы. Но они какие-то прям... Они немножко нереалистичные. Я вообще сомневаюсь, что такие волосы в жизни реально существуют. Они прям слишком золотистые. Или это может так на свету? Они слишком золотистые. Ладно. Давайте проверну всякие случаи до конца. Да, тут нету больше. Жаль. Окей. Блондинка. Цвет кожи. Слоновая кость. Не, надо сначала лицо выбрать, наверное. О, не, это явно хуже, чем было. Это какая-то старуха-воительница. Ей лет уже 42, я не знаю. Какой-то шрам. Это просто уебище. Вот это, кстати, да, по-моему, одно из лучших лиц. Это красивое лицо. Ну, по крайней мере, по сравнению с тем, что тут есть. Окей, лицо 6. Ну, это не пойдет. Она как-то... Это какая-то милфа. Я не знаю, глаза у нее какие-то большие очень. Это не то. Это тоже неплохое, но у меня такое ощущение, что это старая версия пятого лица. Вот, пятое лицо. Ей лет, допустим, 21-22, может быть. А лицо 7, это она... Ей уже лет 38. Такое ощущение. Тут возраст, по-моему, нельзя выбирать. Ну, да. Ей уже тут много лет. По-моему, лицо 5 это единственный вариант. Я не забыл, что есть такое. Это что, хоррор? Так, ну это тоже нет. Это тоже нет, это тоже старая и не очень красивая. Кстати, я можешь сейчас вебку переставить. Так, куда я ее сейчас поставить? Это же хз. Пусть пока здесь будет, на самом деле, ну, когда я выбираю вам не особо важно. Потом в игре уже разберусь. Лицо 11 тоже как-то, ну... Нет, она некрасивая. А это тоже некрасивая. Это тем более некрасивая. Ну что еще? Это старая, да и не очень красивая. Если любишь реализм, чек не первые два части готики можешь даже вне стрима. Там поначалу есть выборы, но концовка одну. Можно играть без сейвов. ПС, а слабо в серьезного сэма поиграть без сейвов. Серьезного сэма без сейвов, разве что, на самой легкой сложности. Я же проходил из серьезного сэма на самой последней сложности. Я вообще в последнее время все игры прохожу на самой тяжелой сложности. Я прошел Resident Evil на хардкоре. Я прошел из серьезного сэма на последней сложности. Я Чужого против Хищника начал на хардкоре. Кстати, я не закончил. Я думаю, я еще закончу. Просто я Divinity установил вчера, и оно меня немножко завлекло. Я даже не успел, как бы... Уже было поздно, я это установил где-то в 9 вечера. Я там даже не вышел из первой локации самой. Я ничего особо не делал. Но суть в том, что я провел аниме в игре больше двух часов. И мне как-то она понравилась. Она мне показалась, ну, какой-то, ну, неплохой. Как минимум. Она приятная очень. Очень хорошо оптимизированная. Приятно выглядит, все хорошо работает. Никаких багов. 144 Гц можно поставить. 144 кадра, то есть, вы поняли. Монитор у меня 144 Гц. Так, ну это, как бы, она староватая и тоже не очень красивая. Вот, жалко. Было бы у них больше причесок, лиц, было бы, конечно, получше. Ну, это, это, это не европейской внешности. Я не могу себе такого позволить. Окей, это, ну, это неплохо. Но она тоже староватая. И у нее какой-то... Ну, конечно, по сравнению с тем, что было, это... И все же, мне кажется, лицо 5 самое лучшее. Ну, это какая-то... Постаревшая княгиня, я не знаю. Опять же, она, ну, она недостаточно молодая. Я хочу, чтобы моя героиня была молодая. Я не хочу, чтобы ей было больше 25 лет. Это неприемлемо, я считаю. Ну, да, она... Если бы она была помоложе, она слишком взрослая уже. Или 30. Ну, хз. И у нее довольно-таки грубые черты лица. Ну, 17. Ну, не знаю. Что-то в ней не так. Что у нее с глазами не так. И со ртом у нее что-то не так. Что-то в ней не так. Я не могу понять, что она что-то не так. Какая-то она... Странная. А, все. Лица закончились. Ну, то есть выбор, наверное, между 5, 7 и 16. Вот, пятое лицо. Это реально молодая девочка. 7 это та же самая, но очень... Хотя не та же самая. У нее с глазами что-то не так стало. Это ее мама, короче. Вот 7 это мама пятой. Это вот... Дочка седьмой. Вот, да. Все, 7 это слишком старая. Значит, выбор между 5 и 16. Ну, 16 старше, чем 5. Минимум на лет 10 старше. Такое ощущение. Где-то года 32, наверное. Какая-то слишком строгая на портрете. Хотя у меня такое ощущение, что тут все портреты уебищные. Ну, а, пятую выбираем. Пятое лицо, по-моему. Относительно остальных 16 лиц, пятое лицо идеальное. Понятно, что я хотел бы получше, но лучше уже нету. Портрет тоже так себе, но это как бы... Думаю, лучший вариант. Окей, цвет кожи. Слоновая кость. Сладкий миндаль. Блин, я бы не против румянца на щеках, но не полностью красное лицо. Как будто она после Чернобыля. И вот она только что посмотрела в реактор. Вы поняли, да? Та сцена. Так что заглянула в разбитый четвертый реактор. Получилось. Ну, это то же самое. Золотистый. Хм. Тут еще освещение такое какое-то непонятное. Я не могу понять, как оно будет выглядеть по-настоящему. Ну, золотистый, вроде, неплохой цвет кожи. Август... Август... Августовское солнце. Какая-то хрень. Карамельный? Не, не надо. Сатиновый? Не. Спасы. Теплый бежевый. Это уже слишком теплый. Шоколадный. Ха-ха. Да не. Орех. Красное дерево. Не. Светло-шафрановый. Это называется светлый? Светло-ш... А, ну. Теплая древесина. Что? Ха-ха-ха. Ха-ха. Ух. Она в шахте работает, чудо. Ночь. Нежно-розовый. Ха. Слоновая кость, сладкий миндаль. Слоновая кость, нежно-розовый. Короче, выбор между нежно-розовым, слоновой костью и золотистым. Хм. Какой из них самый реалистичный и какой из них лучше всего подходит ей? Ну, нежно-розовая, опять же, она как будто немножко облучилась. Если у нее только щеки были... Покрасневшие. А так у нее все лицо покрасневшее. Не знаю. Странное освещение. Она все темная, даже сосновой костью. Я хочу белую кожу, прям белую. Мы без золотистой тогда? По-моему, золотистая, самая белая кожа. Получается, в итоге. Почему нету прям белой кожи? Знаете, прям реально белой. Побелее. Бледная кожа, бледное прям, бледное лицо. Как будто она новую, типа... Как у вампиров делают в фильмах. Мне нравится бледная кожа. Ну, золотистая, наверное, лучший вариант. Слоновая кость какая-то, она как будто загорела немножко. Нежно-розовая, как будто она облучилась немножко. Не знаю. Странно... Наверное, золотистый, да. Голос. На самом деле, мне ни один голос не нравится, потому что они все с английским акцентом. Это печально. Я не люблю английский акцент, я, на самом деле, его не особо переношу. Я не знаю, они все так себе. Это точно нет. Тут акцент просто какой-то уже ебанутый. Они все с английским акцентом. Я не люблю английский акцент, эх. Какой же сильный английский акцент у каждого голоса. По-вашему, такой голос ассоциируется хоть как-то с такой внешностью? По-моему, вообще нет. Наверное, искать приключений. Хотя, искать приключений очень сильно похож на воина, на самом деле. Это какая-то прокуренная плутка. Как будто она, не знаю, курит всю жизнь. Ну, английский акцент, это не элитно. Это, это тир, не знаю, тир, тир 10, если не 100. Сложный выбор, по-моему, искать приключений. Хотя, мэбби, воин лучше. Хотя она слишком грубая, воин слишком... Ладно, пусть будут искать приключений. Черт с ним. А не вы, нет у идеального голоса, мне все голоса, в принципе, не нравятся скорее. Скорее не нравится, чем нравится. Че-то лица-то только для мужчины, или что там? Какую-то бороду нарисовать? Походу, нету. Вы не удивляйтесь, я буду персонажа долго создавать. Вы как думали. Это важно. Сейчас буду персонажа создавать дольше, чем играть. Cool story. В любом случае, скорее всего, я эту игру стримить не буду, потому что, ну... Я думаю, многим не понравится. Во-первых... Во-первых, сам процесс стрима Classic RPG. Я не знаю, как это вообще стримить. Это довольно-таки сложно. Тут много текстов, нужно как бы это читать. И получается, что зрителям это читать? Я же не буду это сидеть, все читать. Это прям... Каждый, каждый текстик. Повторюсь, проблема в том, что... Голоса персонажа здесь не на русском. То есть, вам придется самим читать. Там на русском на экране написано будет. Но голоса у них оригинальные. Насколько я понял, нету. Я хотел для стрима найти, ну, русский... Русскую озвучку. Но ее нету. Насколько я понял. Давайте назовем ее Пайти. Я не могу придумать ничего. Мне нравится имя Пайти. Окей, нормально. Так, шаблон персонажа здесь я не особо разобрался. Но, как бы, даже если не выбирать шаблон... Это уже влияет... То есть, это уже что-то выбрано у меня. То есть, от шаблона, насколько я понял, зависит, какой тебе навык, ну, какие-то основные навыки твои. Вот, да. Только чего я понять не могу. Если это мой шаблон, да, какие у меня основные навыки? Те, которые здесь выбраны уже? Примерно, смотрите. Вот. Прямо, вот, написано внизу. Урон основывается на вашей обычной атаке. Кроме того, интеллект дает ему бонус. Если я выберу другого персонажа, то будет написано, что сила дает бонус. Всем скилам сила дает бонус. И как понять? То есть, наверное, у рыцаря сила главный параметр. А у этого, что у инквизитора интеллект? Судя по всему, да, если интеллект дает бонус скилам. Кстати, вот эта вот внешность, то, как они выглядят в шаблоне. Там игра начинается, в любом случае персонаж будет голый. Ну, в смысле, в тряп. В тряпках его там поймали. Поэтому этого всего не будет. Я тоже, ну... Так это во всех классик РПГ. Не знаю, это ты серьезно сейчас или нет, но, по-моему, это же во всех классик РПГ. Такая проблема, что реализм отсутствует. Я знаю, что интересно, но это не для стрима игра, в том-то и суть. Ну, вернее, я не знаю, что она интересная, она мне показалась интересной. Может быть, она не интересная, на самом деле, но она кажется интересной, это точно. Вы знаете, вот есть игры, в которых сразу все хорошо. Менюшка хорошая, создание персонажа, в принципе, хорошее, хотя мало волос, ну, то есть мало скинов. Создание персонажа интересное, менюшка хорошая, музыка классно играет на создании, в менюшке. Дальше игра начнется, там тоже будет все приятно. То есть, все, ну, когда вот все хорошо, то есть все хорошо работает и ничего тебя, как бы, не бесит. Вот есть такие игры, ты в них заходишь, и тебе сразу все нравится, в принципе. Так, стоп. Вор, я так понял, это главный параметр ловкость. Ловкость. А какой здесь главный параметр? Ловкость восприятия. Это типа критовик. О, так мы на с кинжалом сразу. Просто вор, тут ловкость и восторжение. Ну, что еще? Не буду стримить, ты охуел. Я сейчас захожу на YouTube, вижу на превьюшке Дивинити два от Папези. Вахуй, захожу на стрим в предвкушении... Нет, я имел в виду вообще. Я имел в виду вообще. Я имел в виду вообще. Я имел в виду не сегодня, а вообще. Сегодня, понятно, я буду стримить? Типа, сегодня сначала стрим, а до конца Дивинити будет. Я имел в виду вообще. Ну, мне кажется, людям это не будет интересно. Просто я как-то стримил космические рейнджеры. Я постримил пару раз. И я понял, что это, в принципе, никому не интересно. Ну, потому что он как бы... Надо самому играть, самому вникать. Я же не могу читать каждый текст. Я знаю, есть стримеры, которые читают буквально в играх, ну, каждый текст. Вот вслух сидят и это все повторяют. Но это, откровенно говоря, это неблагодарная работа. Сидеть читать тексты. Вслух. Каждый. Я пытаюсь продвинуться. Погоди. Я пытаюсь. Боец сила телосложения. Так, короче, мне хочется... Где-то век. Вот, клинок тени. Это что-то интересное. Ловкость и восприятие. Восприятие реальности. Короче, я хочу это выбрать. Так. А почему у меня, подождите, почему у меня 4 навыка? Как так получилось? Почему тут плюс 2, плюс 2, тут плюс 2, плюс 1? Этот навык дает лишний навык. Превращение дает одно бесплатное очко. Качется за каждое вложенное очко. Качется, возьму скрытность. Буду скрываться. Я не знаю, как это работает, что-то мне даст. Защитные навыки. А, стоп. Еще есть навыки. А, ну стоп. Военное дело. Что если возьму 2 оружия? Какие у меня навыки появятся? Буду с двумя кинжалами. Тут можно с двумя кинжалами быть? Надеюсь. По идее, можно. Здесь же 2 оружия. Позволяет говорить с животными. Я же говорю, классик РПГ. Тут все возможно. Но это ничего не дает. Не знаю, может это потом надо прокачать. Это напиздато, но это ничего не дает пока что. Я, короче, что-то вспоминаю такое. Перед тем, как я вообще думал, прощекать ли эту игру. Я у кого-то спрашивал, можно ли тут играть в соло. То есть играть одним персонажем. И мне сказали, типа, да, можно играть в соло. Тут не обязательно в пати. Знаете, вот многие классические РПГ форсят пати. Тебе обязательно нужно иметь кучу персонажей. Мне это всегда бесило. Просто нереально. И сказали, есть какой-то навык специально для соло игры. Здесь в навыках или в талантах. Гурман усилит действие пищи и зелье в два раза. На ведьмакичах. Когда у вас максимум здоровья, горячая голова дает вам плюс 10% к шансу крит удара и плюс 10 к точности. Какая-то бесполезная тема. Прям вообще супер бесполезная, мне кажется. Это для лучника какого-то дайту. Это почти ничего не дает. Почти ничего не дает. Ноль ДПСа почти. Не знаю. Вонючка укушает на 25 отношений окружающих к вам, но при этом вы становитесь менее привлекательной целью в ближнем бою. Что это значит? Меня привлекательно. А если я один хочу играть, я единственная цель. Ого. Это походу оно. Волк одиночка дает плюс 2 макс. Ну что еще? Плюс 2 к восстановлению АД. Плюс 30% к здоровью. Кстати, я могу создать Крементину. Как в начале Лоста? Да почти ничего нет. Побег из тюрьмы первый сезон. Там тоже 2.4 на 7 движуха. Прям ну... Ну что еще? 2.4 на 7 перевороты. Ну, один мэби и будет. Хотя... А тут написано, кстати. Тут можно двоих брать. Да, тут написано это. Короче, этот параметр дает... Ну, этот пассив дает очень много. 30 к здоровью, 60% к физической броне, 60% к магической броне. Удваивает очки, вложенные в качество? Это как? А, ну... У меня все статы стали плюс 2. Вместо плюс 1. По поводу отбросов, по мне так с 3 сезона все попизди позже. И парам... И... Нет, со второго сезона. Я не помню уже конкретно, но второй сезон я уже начал блевать. Первый сезон мне очень понравился, но потом стало ужасно. Смотрите... А почему, 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 почему... У меня некромантия стало 2, военное дело стало 2. То есть у меня все стало 2. Жесть! Вот это да. То есть буквально я усилился ровно в 2 раза. Ну нет, неправильно. Но изначально тут 10. Вместо 11 стало 12. На миду... Изначальная прокачка стала сильнее в 2 раза. Окей, это суперкруто. Это очень много дает. Он просто дает плюс 2 вместо плюс 1. И здесь дает плюс 2 вместо плюс 1. То есть у меня 20% лайфстила будет в начале игры. Ну что еще? А что здесь дает плюс 1? Не понимаю. Странно. Слышал. Слышал. Перепроходил ее не менее 10 раз. И уверен, ни я один точка, ни один трейлер не передаст атмосферу игры. Но все. Ссылка удалена. Не знаю, что сказать. Слышал. Мне было интересно. Смотрел даже какие-то прохождения. Смотрел спидраны. Даже какие-то... Много чего смотрел. Не знаю. Так и не привлекло никогда. Ну, не привлекло настолько, чтобы я установил. По Divinity я посмотрел один обзор. От игромании вроде. Недавно. Это помимо того, что я раньше смотрел. Еще давно. Я уже не помню, что я смотрел. Посмотрел один обзор от игромании. Думал, скачаю. Ну, типа, затещу. Потом в итоге купил. Кстати, мне чел хотел подарить. Но не смог, поэтому мне пришлось самому покупать. Это ну... Эээ. Ничего хотел в стиме подарить, но он не смог. Он купил в своей стороне, а в моей стороне она дороже стоит. И он мне не смог ее подарить. Я не смог понять, зачем он сначала ее купил. Типа, он должен был сначала, ну... Или я что-то не понимаю, как в стиме дарят подарки. То есть он купил игру, а потом только захотел ее подарить. Он должен был изначально, когда он ее покупал, пытаться подарить. Раз, там так в стиме нельзя. Ладно, неважно. Все. Волк одиночка, по идее, самая сильная. Тут можно даже одного спутника. То есть даже можно вдвоем играть, и эта штука будет работать. А если спутнику прокачать, то тоже волк одиночку. Это будет два волка одиночки или что? Само пройдет. На один ход снижает длительность всех эффектов, включая и положительное. Название таланта. Само пройдет. Жиза. Окей, по-моему, я готов. Наконец-то начинать. Если что, уже создавал героя, только делал это в два раза дольше. Когда только игру начал тестить, я зашел, в настройках копался очень долго, и героя создавал очень долго. В два раза дольше, чем сейчас, даже в два с половиной. И сидел, читал все навыки. А потом я только в первой локации начал ходить, я даже, ну, даже, даже близко не вышел. То есть я почти не играл. Вот здесь я тогда еще задумался, почему так мало вариантов происхождения. Варвар, дворянин, мистик, преступник, солдат, ученый, шутник. Это все? А если я хочу быть чем-то другим по жизни? Как мне выбрать из того, что предлагаю? Тут всего лишь семь вариантов происхождения. Ну, что еще? Целью, например, торговца. А, кстати, прическу не поменял? Я же прическу вообще не менял. А, кстати, да, прическу можно сделать лучше. Хотя, она неплохая, но я не менял вообще, я даже не посмотрел, как и есть. Ну, вернее, я смотрел уже, но это явно не лучше, по идее. Ну, это анимешная прическа, это бред. Это тоже бред. Это какая-то воин-баба. А вот эта мне больше всего понравилась. Эта вот идеальная, среди всех, что есть. Мне нравятся с косами прически. Кстати, она похожа на первую. Если ты пригорел с первой, то ты пригоришь со второй, наверное. Ну, с пятой, эта прическа опять называется. Ну, мы посмотрим все. Это какие-то украшения на голове, мне такое не нравится. Не люблю эти украшения всякие разные на голове. Это какая-то... Не, ну, неплохо, но этот вариант лучше, намного лучше. Это я так, это понятно. Сразу нет. Это, с одной стороны, неплохо, но мне нравится. Я хочу косичку, чтобы она имела. Хотя бы одну. Хотя, у нее портрет намного лучше выглядит с такой прической, кстати. Это... Вот, если бы, знаете, если бы вот это была косичка, если бы вот это было запределено в косу, да вот... Это ж не коса, а кончик волос. Она запретена, но не в косу. Ну, у нее портрет намного лучше с такой прической. Это пиздец какой-то. Это тоже бред. Как жить, когда у тебя на одном глазу волосы? Ты ничего не видишь. Что за ужас? Это... Это какая-то принцесса с явно очень плохим вкусом. Какие-то рулоны сделала из волос. Ясно. Ясно. Слишком короткая стрижка. О, косичка. В этот раз одна коса. Короче, выбор между 17... 17, 9 и 5. Вот. Это мне нравится. Это мне нравится. Ну, пойдет. И 17 неплохо. Могу еще приблизить? По-моему, не могу больше приближать. Ну, сложно выбрать. Ну, блин. А внешность я могу потом изменять, кстати? Если я не могу потом изменять внешность, то я должен сейчас... ...определиться. Это очень важно. Вот портрет здесь становится хуже. Вот с этой прической портрет портится. С девятой прической, прической 9 и прической 17, портрет становится, ну, получше, чем с той. Там, где две косы. Как по мне. Ну, одной косы достаточно. Нормально тоже. Был бы идеальный, если у меня коса была назад. Вот как в девятом варианте. Прическа 9. Только, чтобы это была коса, заплетенная полностью. А не просто хвостик. Это я хочу такую косу, ну, чтобы она сзади была. Хотя, это тоже неплохо, но... Ну, блин, вот это было, конечно, роскошно. Но портрет что-то как-то хуже становится. Две косы таких длинных, это прям роскошно. Прям gorgeous. Guys, можно потом сменить прическу? Ответьте мне этот вопрос. Это я не выберу. Я никогда не выберу. 62 минуты создания персонажа. Да, я. Да, я. Можно ли потом сменить прическу? Потом. Ты же не любишь роскошь, а скет? Это... Какое я имею к этому отношение? Это что, я себе делаю или что? Я стригусь... Каждые... Каждые три месяца почти на лысо. Ну, по бокам под нолик, а сверху 12 миллиметров. Я что, о себе или что? Не люблю роскошь. Я тут при чем вообще? Вы мне так и не ответили. Можно сменить прическу? Да, можно. Окей. Если можно сменить прическу, то давайте возьмем вот эту пока. Тем более воину это, наверное, больше всего подходит, чем с косой ходить. Я потом, наверное, вернусь к варианту с косой. Пусть пока будет вот это, потому что портрет еще становится лучше. Она как будто моложе становится на портрете. Смотрите, прическа 5, она стареет на портрете. Она как будто прибавляет лишние 3-4 года в возрасте. А так она молодеет. Ну, мне так кажется. Пусть пока это будет, я потом тогда поменяю. Это сложно очень определить, я буду очень долго решать сейчас. Это очень сложно решить. Так, таланты я выбрал. Шаблон тут все вроде поставил. Мой главный навык это ловкость. А, стоп, я не поставил навыки. Я же вставил. Нет, не пробовал, но я смотрел геймплей. Тоже советовали Dead Space много раз. Окей, 7 вариантов происхождения. Почему так сложно? То есть эти варианты влияют на диалоги, правильно? Логично? Или для чего они нужны? Игра диалогов, это же классик РПГ. Солдат я не хочу выбирать. Сразу нет, солдат не хочу. Тут написано. Вы посвятили себя военному делу и вас научили соблюдать дисциплину. Подчиняться командирам и никогда не путать сортир с сержантом. Ну, типа, только когда написано, подчиняться кому-то научили меня. Мне это уже не нравится. Окей. Вы умны и любознательны, и ваша жажда знаний намного превышает желание проливать кровь. Самые ценные ваши пожитки — книги и свитки. Тоже какое-то, ну, что странно. Это разве подходит под описание, ну, допустим, подобного... Подобной внешности, я хочу сказать. Преступник. Темные переулки и городские крыши, вы знаете, как свои пять пальцев. Среди отброса общества вас хватает и друзей, и врагов. Не знаю, мне тут все не нравится. Мистик не нравится. Дворянин тоже как-то не то. У вас с детства окружали богатство и роскошь. Отличаясь благородной оценкой, красноречием и изящными манерами. Не знаю, не то. Варвар. Вас называют дикарем, зверем, но они не знают, каково это — сражаться, отдавая все свои силы, чтобы только выжить. Ну, что еще? А вы знаете. Не знаю, по-моему, у меня выбор между шутник и преступник. Хотя мне ничего не нравится. Военное дело для двуручки или щита с одной ручкой. Бери головореза, там кинжалы. Брать головореза. Военное дело. Военное дело, мастерство охоты, искусство убийства. Сложно, чел. Че за головорез? Ты, наверное, искусство убийства или что? Ну-ка, я проверю. О, да, тут ножи есть. Спасибо. Да я хочу, наверное, с ножами. Я хочу, не знаю, с двумя ножами. Не надо мне гайдов, пожалуйста. Не нужно мне гайдов. Нужно менять в любое время у зеркала. Хорошо. Маги, бери имба через суммоны. Играй персонажами. Внешку можно менять. А не кастомкой. Встречай в игре партнеров. Это 50% сюжета игры. Найди лауси. Возьми ее лучший сюжет. Блин, чувак. Ты, походу, пригоришь с моего стрима. Ты, походу, не смотрел никогда моих стримов. Ты, наверное, впервые зашел. Я не так в игры играю. Я вам гарантирую, что... Если кто-то там фанат этой игры, он у него там много играл, вы очень быстро сгорите. Когда вы поймете, как я играю вообще в игры. По жизни. То, как я играю в игры, это, ну... Людей бесит. Я просто хочу девочку с двумя клинками. Можно с мечами или с кинжалами. Я не хочу никаких ей партнеров. Максимум можно взять себе в пати другую девку. Бросок ножа во врага. Может стать ударом в спину. Грязный прием. Перепрыгнуть через врага, приземлить шусь с ним за спиной и нанести удар в спину на 14-16 единиц физического урона. 100% шанс нанести удар в спину. Урон основывается на вашей обычной атаке. Кроме того, ловкость дает ему бонус. Почему я только три навыка? Как сделать больше навыков? Где-то че... Ага. Память влияет на количество ячеек памяти, необходимых для изучения навыков. Чем мощнее навык, тем больше для него требуется ячеек. Блин, надо это что-то откачать. Или мне пока хватит три ячейки? Я хотел взять бросок кинжалом, метательный нож, грязный прием, я хотел эти два оставить. Сложно. Че-то да, откачать телосложение. А, у меня не прибавилось, кстати. У меня три навыка так и осталось. Че за бред? Это смысл прокачивать память, если она ничего не дает. Ну ладно. Пусть будет три навыка. Все, я почти начал. Сколько я уже пытаюсь начать, я не знаю. Это вы еще даже не видели, как я играю. Сейчас вы все сгорите, guys. Хотя многие помнят, как я играю в игры. Многие помнят мое прохождение ведьмака и так далее, и так далее, и так далее. Так ладно, здесь мне нечего выбрать, тут все не очень. Пусть будет шутник. Или путь будет преступник. Мне все не нравится, это все хрень какая-то. Очень мало вариантов происхождения, очень мало. Э, почему не могу? А, начать. Ну что еще? Я уверен, что закончилось создание персонажа. Да. Возьми... Я даже не знаю, кто это, и... Поменять ее внешность и талант. А переименовать ее можно или что? Почему я должен брать чью-то сюжетку? Если я хочу... Если я создаю героя с нуля, я хочу с... Ну... С чистого листа начать. Почему нужно играть кем-то сразу? Разве... Ну... У меня мало контр-аргументов. Я просто не хочу. А стоп, я могу выбрать два варианта? Я могу быть преступником и солдатом, преступником и ученым? Интересно. А если я хочу быть только преступником? Я могу быть преступником и шутником. Ха! Окей. Вы можете обезоружить слушателей своими непристойными байками и заворужить страшными историями. Ха-ха! Вы уверены, что закончили создание персонажа? Наверное, уверен? Надеюсь. Привет, дорогой зритель! Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами и грейпфрутовый сок. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...